и всем приветики мои секретики и вы сейчас в моем канале секрет ока и сегодня с вами снова я силия и у нас сегодня пятница а значит как всегда выходит видео на тему обустройства сегодня я решила выпустить для вас обустройство в новом домике и на самом деле получилось мне кажется очень даже неплохо так что если вы хотите увидеть как я буду все это обустраивать но также если вы хотите увидеть результат то досматривайте этот видеоролик до конца но мы с вами не будем затягивать и уже поскорее начнем поехали уже с начала выхода обновления вы очень просили обустройства в новом домике и вот наконец-таки я дождалась пятницы и возможно кто-то еще дождался пятницы кто-то знал возможно что именно в пятницу должно выйти такое обустройство ну и кто знал это то вы молодец вы уже знаток моего канала но в общем обычно мне уходит обустройство по пятницам если кто-то еще не знает у меня такая рубрика или точнее такая фишка и вот я и обустраиваю для вас новый домик домик квартиру которая обновление вышла в этот вторник 9 мая стоит она всего лишь 99 рублей это не так уж и много и очень круто потому что нам еще добавили три новых предмета это звоночек почтовый ящик и лесенку на котором можно ставить предметы использовать как стеллаж в принципе мне понравилось обновление и я думаю что вам стоит его купить так как домик реально очень классный и такого еще нет то есть он уникальный можно так сказать также при обустройстве этого домика я поняла что здесь можно поменять стены и пол за дверью вот этой вот входной как в квартиру да или как в коридор квартиры не знаю как это точно называется но в общем там вот где лестница да можно на стену повесить какие-нибудь плакаты такие не сильно большие коротенькие или маленькие точнее и менять также дизайны стен и пола решила я сделать значит обустройство для дедушки с бабушкой и затем для самой семьи то есть как бы они живут все в одном доме но в разных квартирах знаете кто мне подкинул такую идею вообще изначально я даже не знала что обустроить то есть где кто будет типа жить я думал что где-то будет жить два человека а где-то один человек но мне показалось это слишком как-то банально скучно я так не захотела и потом мне пришла идея в голову что когда-то я читала в токе-боке вот про это обновление и там было указано что можете обустроить домик как типа соседи родственники либо вот что-то типа того то есть поселить здесь своих родственников и в принципе реальная идея классная поселите родственников в этом доме мне понравилась такая идея и в принципе обустройство мне вообще далось вроде легко а вроде это было самое мое долгое обустройство наверное вот за последнее время точно вот заметьте я ускорила вот это обустройство на вот самую максимальную скорость ускорение в этом приложении для монтажа да в моем приложении влов которым я монтирую и у меня это получилось на 11 минут обустройство почти на 12 минут но это просто капец мне обычно обустройство там по 8 минут когда я даже ускоряю не было дело что ускоряла всего лишь на 3 x вот чтобы получилось 8 минут но я обычно меньше 8 обустройство не делаю и вот когда вы пишете обустроить мне какие-нибудь пункты выдачи там озон валверис и так далее я не понимаю просто какое мне делать тогда видео она выйдет на минуту 2 или на 3 или на 5 но мне кажется точно не на 8 либо там вообще ускорять не придется а мне как-то не знаю непривычно не ускорять обустройство мне кажется это так странно если вы конечно очень сильно хотите я могу обустроить эти пункты выдачи или точнее один пункт выдачи как вы говорите но не знаю давайте пишите в комментариях мне интересно почитать ну и сейчас давайте кстати поговорим про обустройство какие здесь вообще комнаты какая их расстановка я уже начала как вы заметили обустраивать вторую квартиру ну поговорим сейчас обо всех как вы уже поняли слева будут жить бабушка с дедушкой справа семья состоящая из четырех человек это родители и еще два ребенка подростка ну может не совсем подростка один там где-то 8 10 лет а другой уже прям подросток и давайте перейдем начнем с левой квартиры это с дома или квартиры бабушки и дедушки значит первая комната это кухня далее там еще также можно сказать небольшой зал ну вы заметили что на втором таком этаже я обустроила место где можно будет покушать посмотреть телевизор также внизу я обустроила саму кухню где все это готовится и поставила диванчик и также там столик с шахматами то есть можно сказать это такой как бы кухня-зал вот такая комнатка дальше у нас идет их спальня и затем уже ванна ну то есть где вот есть душ туалет все такое и еще коридорчик там просто живет их питомец и стоит стиральная машинка далее уже можно переходить в коридор но там рассказывать особо нечего как бы просто коридор между двумя комнатами далее идем это уже квартира нашей семьи первая большая комната там будет располагаться гостиная вместе с кухней и причем меня не в одну ванную не вместилась стиральная машинка мне все время ее пыталась приходилось куда-то пихать в другое место но только не в ванну чужие уже все слова путаю правильно блин в 12 ночи записываю вам это видео еще удивляюсь а почему это я путаю слова короче там еще есть внутренняя комната и в этой внутренней комнате как раз таки будет спальня родителей я ее обустраивала по чуть-чуть но точнее самое главное это вот кровать родителей полочку и светильники братки но там конечно представим что комната побольше да вот это внутренняя там еще стоит их шкаф и в общем то все так элитненько ну и дальше еще у нас идет ванна с туалетом вот я ее как раз таки сейчас обустраиваю самой первой кстати обустраивала здесь также есть еще и туалетный столик для мамы где она может накраситься привести себя в порядок но не только мама а в принципе ее дочки тоже ну и вот следующая комната это как раз таки комната вот этих вот двух дочек я решила что в этой семье будут две дочки не как-то не знаю просто обустроила так сразу даже не думала об этом и далее уже идет балкон его я не сильно обустроила мне почему-то казалось что в трейлере он выглядит намного больше и там можно было больше поместить предметов чем здесь когда я сама уже обустраивала мне кажется что здесь почему-то меньше предметов входит чем в трейлере вот было показано там целый стол стоял стул мне казалось что там такой просто я не знаю как отдельная комната прямо ну в общем в принципе получилось неплохо но но мне пришлось здесь очень много вещей просто впихивать но дизайн получился прикольный необычный и мне в принципе кажется что и не видно что что-то сильно впихивала реально я думаю есть такие квартиры которые ну так вот впритык возможно как-то сделаны но я не скажу реально что эта квартира эти все обе квартиры были как-то сделаны впритык в принципе мне кажется свободные нормальные квартиры но по крайней мере мне нравится свое мнение напишите потом в комментариях когда увидите результат также ребята помните я вам показывала лайфхак как можно сделать висячую такую кровать ну очень интересно она как-то там вот я не помню как это называется плод был висячий то есть его можно было повесить так скажем на стену но короче я сегодня тоже в этом обустройстве попыталась сделать также и что вы думаете у меня ничего не получилось ничего не получилось у меня все потом просто мне не хватило во первых место в этом доме я вам хотела это эту тему хотела задеть обговорить с вами то что мне кажется нам нужно еще больше места в токе в доме вот если бы только бога могли бы расширить как-нибудь место типа мебели вещей каких-то в доме потому что ну реально мне кажется у многих такая проблема что не хватает вы не успеваете так скажем все расставить и не хватает просто реально этой мебели и вот как раз таки вот этот плод про который я говорила я его хотела оставить таком висячем состоянии но потом в течение вот этого видео вы увидите что что-то пошло не по плану и все мои мечты все разрушилось и мне пришлось просто заменять обычной висячей кроватью возможно из-за этого я как-то немножечко расстроилась и поэтому поставлю наверное обустройству из-за этого 9 из 10 либо 8 ну потому что я реально мне хотелось такую фишку сделать чтобы была вот такая висячая кровать но вот как вы видите все у меня вот на этом закончилось место и я даже не успела до обустроить комнату этих двух подростков я не успела добавить другие еще какие-то вещи и поэтому немножечко возможно даже этот дом получился голым я не знаю как это еще просто назвать простите но реально не успела здесь еще положить какие-то ковры и все толком рассмотреть как уже мне просто пишут место нет недостаточно места до свидания как словосочетанием можно испортить просто настроение на вечер ну ладно ребят я же вам говорю что все в принципе получилось нормально и потом я просто зашла в дом силе и добавила еще предметы чтобы их там все разместить и в принципе получилось ну нормально неплохо я еще в последний момент решила что у них еще и кошка жить будет и мне еще пришлось куда-то ставить лоток мне еще куда-то пришлось ставить вот этот корм потом я чё-то там намутила когда хотела показывать результат намутила с этим кормом что я его добавляла добавляла думаю почему он не добавляется что-то тупит все капец и короче в итоге я добавлял там кучу корма но все смешалось и мне потом пришлось это все выкидывать короче такой трэш за это обустройство произошло но ладно это не суть сейчас уже будет результат так что я с вами прощаюсь всем пока пока ставьте лайк если вам понравилось это видео подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик чтобы пропускать новых видеороликов ну и в комментариях пишите свою оценку об устройству всем пока пока и до встречи в новом видео